Наследник нардского тлепша, кузнец Руслан Карданов из Беслинея удивляет людей магией ручной работы. На месте, где сходятся в жарком танце стихии огня, земли, воздуха и воды, и где человек научился их заклинать, придавая с их помощью форму и наполняя содержанием предметы, побывала Фатима Даурова. Смотрите, что из этого получилось. В кузне каждый день творится таинство. Здесь из хаоса металла возникают порядок и форма, где-то лаконичная и сдержанная, а местами свободно парящая, по замыслу автора. Работая в своей кузнице, что расположилась на краю села Беслиней, Руслан Карданов чувствует себя творцом. Каждый удар по наковальне отдается эхом прошлых времен, неразрывно связывая современного мастера с наследием самого главного кузнеца нартов – черкесского бога огня, могучего Тлепша. Аутентичность пронизывает пространство, отражаясь в тонкостях. Творческой мастерской у кузнеца каждая деталь находится на своем месте, но наше внимание привлекли вот эти камушки. Они непростые. В них есть природные отверстия. Их очень сложно найти вообще в природе. У черкесы есть такое поверье. В доме, где висят вот такие камушки, всегда есть благополучие и достаток. Искусство Руслана Карданова рождается из огня. По этому розжигу кузнец придает особое внимание. В пекле костра самый твердый металл становится мягче. А потом точными ударами молота на ковальню ему придается будущая форма творения. По профессии Руслан художник-оформитель. Много лет проработал в Ставропольском художественном фонде, который плавно со временем приобрел статус республиканского. Творческая натура мастера не собиралась уходить на пенсию по возрасту, когда пришло время. Наоборот, в спокойном ритме повседневности она сильнее стала проявляться, заполняя мысли мастера все новыми идеями и образами. Начал с «Зеленого острова». Это мастерская крупная была, большая была, республиканская. Там я начал работать. Потом у нас открыл Ставропольский художественный фонд при Карачао-Черкесии. Потом наш свой Карачао-Черкеский. Я там проработал. Но сейчас я на пенсии наслаждаюсь своим делом и работаю. И делаю те же пушки, которые не стреляют. Да-да, вы не ослышались. Пушки, которые не стреляют. Точные копии своих исторических предшественников. Времен Петра Первого. Грозное оружие против врага. Именно с подобных орудий и начиналась настоящая история российской артиллерии. Царицы полей. Называется пушка-единорог. Я его делаю для веселья, для салюта, для детей, для взрослых, чтобы в какое-то мероприятие они салютик сделали и радовались жизни. То есть отсюда стреляют фейерверком? Фейерверком тут заложили. И даже с пульта можно это. Ну, кто как заказчик закажет, так и будет. Тех, кто занимается ренессансом Петровских пушек, в стране мало. Нас можно пересчитать по пальцам. И мы все поддерживаем связь и советуемся по разным вопросам по делу, говорит Руслан Карданов. Один даже позвонил, давай, говорит, с Тульского завода, говорит, мы дуло, которое отливается, мы тебе поможем, отольем. Я говорю, давайте. Это недавно мне звонили. По всей России знакомых много и заказчиков много очень даже сейчас в данный момент. Поступают заказы от ценителей эстетики декоративного оружия из Сибири, Зауралия, даже Дальнего Востока. Не считая соседних регионов. На один экспонат уходит неделя, максимум две усердные работы. Руслану помогают его сыновья, которых он приобщил к семейному делу. Связь поколения от отца к сыну символизирует и черкесская шашка, висящая на самом видном месте, с которой в дикой дивизии Бекмурза Карданов, дед Руслана, прошел много битв во славу Российской империи. Фатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.